За 8 месяцев 2010 года произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В семье из них дети получили ранения различной степени тяжести, сообщил начальник ГИБДД Полевского городского округа Дмитрий Панфилов в рамках заседания Комиссии по безопасности дорожного движения. Всего на территории Полевского городского округа за 2010 год, за 8 месяцев, произошло 52 дорожно-транспортных происшествия. Это на 25,7% меньше, чем в прошлом году, когда таких ДТП было 70. В этих дорожных погибло 5 человек, в прошлом году 8, снижение на 37,5%, и пострадало 75 человек ранено. 75 человек против 121 человека в 2009 году за аналогичный период снижения составило 38%. То есть достаточно такие обнадеживающие цифры на территории нашего Полевского городского округа. Еще раз повторюсь, что общее количество ДТП с пострадавшими снизилось на 25%, а количество пострадавших в них людей, раненых на 38%. Основные причины, заметил Дмитрий Сергеевич, несоблюдение скоростного режима и ДТП, совершенные водителями в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское свидетельствование водителей общественного транспорта – обязательное условие при допуске водителей на маршрут. Эту обязанность выполняют медицинские работники Центральной городской больницы и МУП «Пассажирское АТП» в отношении сотрудников своего предприятия и сторонних организаций. За 9 месяцев проведено этого года 6 тысяч 1 после рейсов медицинского свидетельства и 6 тысяч 1 предрейсов медицинского свидетельства. Имею в виду только своих водителей, те, которые работают в ДТП. Кроме этого, у нас еще проходит 21 организация, по-моему, водителей, проходит медицинский осмотр. За 9 месяцев отстранено от управления общественным транспортом 3 водителя, 2 по состоянию здоровья, 1 человек по выявлению остаточных признаков алкоголя. Но медицинский осмотр – только часть обязательных мероприятий для допуска водителей на линию, акцентировал Дмитрий Панфилов. Необходим осмотр транспорта во время каждой пересменки водителей. Водитель поменял автомобиль, а что там за путевку ему дали, механик, получается, не глядя ее подписывает, поскольку он автобус же не видел. Не видел. Но это утром был. Он уже смену отъездил. Приглашенные на заседание руководители предприятий общественных перевозок заверили, такие условия выполняются. На этом заседании выступил глава села Курганово Виктор Семенов с призывом к сотрудничеству с ГИБДД на месте природоохранной зоны Кургановского водохранилища. Пожарный пирс села Курганово практически. Посмотрите, сколько машин там сегодня стоит. И выезжает тоже на областную трассу, вызывает тоже определенные неудобства. И дальше. У нас сегодня водоохранная зона. Соответственно, посмотрите, у моста заезжает уже сегодня к руслу реки. Давайте совместно проведем рейды здесь, касающиеся водоохранной зоны. Второй вопрос – это пожарный пирс. Там невозможно подъехать даже в пожарную машину. На наши требования, как глава министра, среагирует очень крайне слабо. И это и касается 1 мая, который мы буквально очистили после пожаров, который горел 3,5 гектара, высы гора. Там тоже практически наши сегодня рыбаки заезжают прямо к кустью реки Часовой. Что это неправильно. Там 50 метров, а такси положено. Все-таки охранная зона и заезжает, в принципе, в готовости можно в реку заезжать. Завтра в реку заезжу. Комиссия по безопасности дорожного движения на прошлом заседании рассмотрена и уже организована исполнение многих вопросов по обустройству улиц и тротуаров на территории Полевского с помощью управления городским хозяйством, ЖКХ и предпринимателей города. Служба жилищно-коммунального хозяйства администрации Полевского городского округа организовала установку двух знаков движения запрещенного в Ажовском центре детского творчества, провела обследование состояния клеммных коробок, расположенных в столбах освещения по улице Ленина. Часть коробок была отремонтирована, но постоянно обрываются подростками. По обустройству парковки вдоль домов 1-2 по улице Ленина имеется проект, разработанный северским трудным заводом. Это проект управления городского хозяйства для разработки смертной документации. Там есть как раз места, где должна быть парковка, где будут ходить пешеходы, и там отделено от проезжей части металлические ограды. И там, я думаю, как раз разработано с учетом всех новых правил, и мы постараемся оборудовать именно так, как было. На этом заседании приглашенными предпринимателями уже положительно рассмотрены изменения в интервале движения автобусов в период с 16.30 до 17.30 часов, с 19.00 до 21.00 часа и с 23.00 до полперого ночи. Теперь, пообещали руководители автотранспортных предприятий, общественный транспорт будет ходить с интервалом в 15-20 минут, что не увеличит пассажиропоток, но обеспечит удобство для полевчан. Следующее заседание комиссии по безопасности дорожного движения пройдет уже на следующей неделе. Екатерина Медведева, Алексей Ионов. Новости нашего города.